Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Садитесь. Год назад у меня начался сложный период в жизни. Он закончился разводом. Инициатором был муж. Вопрос в том, что мы обречены. Мои хорошие, у меня просьба, пожалуйста, больше сами микрофон никто не берите. Я буду спрашивать тех, кого я считаю нужным. Иначе будут такие вот ситуации. Мы обвенчаны, и я пыталась сохранить семью, предлагала обратиться к психологу, к подпященнику. Но муж отказался. В итоге все кончилось разводом. Сейчас мы даже не общаемся. То есть я к нему хорошо отношусь. Я ему просила все, что было. У вас дети есть? У нас нет. Я потеряла ребенка как раз в год назад. Он ушел в другой этаж девушке, женщине. Да. Но я очень хочу родить детей и захестись милым. А вот то, что младенчина, меня останавливает. То есть меня смущает. То, что мы... Но вы же не разрушали семью? Чего вас это смущает? А ну, как бы, это же связь, это больше, чем просто штамп в паспорте. Связь подтверждают два человека. Что такое венчание? Венчание – это когда Бог... Вы клянетесь Богу, понимаете? Но вы не можете клясться за Него. Вот в чем дело. То есть вы клянетесь Богу, и Бог тогда будет защищать вашу семью сильнее, чем всех остальных. И Он защищал сильнее, чем всех остальных. Он не сразу от вас ушел. Ему пришлось много усилий над собой приложить, чтобы уйти. Понимаете? Бог защищал вас. Это называется венчание. Бог защищает вас. Я поняла вас всегда. Что вы поняли меня? Что Бог защищал нас в наших семью. И не смог защитить, да? Не смог, да. А еще что вы поняли? Я поняла о себе. Что, например? Что я была неправа по отношению к нему во многом. В чем, например? Недостаточно приют, дало терпение местами. Это правда. Но главная причина того, что произошло, не это. О чем? Мы мало что знаем о себе. Понимаете, вы в прошлой жизни в мужском теле жестоко бросили жену. За это сейчас ответили. Вот и все. У меня есть шанс выпустить, дать смену. Конечно, есть. Почему нет? Надо просто молиться Богу, раскаиваться в том, что было. И жить дальше. Не нужно привязываться сильно к человеку, который вас предал. Ну, будь станьте сильнее. Будьте сильнее. И поймите, что разрушаются семьи просто от того, что люди живут безнравственно. Они не знают, какие-то высокие цели жизни не ставят перед собой. Понимаете? В этом причина того, что происходит. Ну, вот напряжение между нами как раз началось, когда я пыталась духовно развиваться. Я начала практиковать. Это всегда возникает напряжение, когда человек духовно развивается. Всегда напряжение — это испытание для судьбы. Но причины его ухода нет. Просто плохая судьба ваша по действиям. Ну, плохую судьбу я периодически, конечно, ощущаю. Да. Но это не только связано с семейной жизнью. То есть, мне было несколько вопросов жизни. То есть, даже с момента рождения. Это другое совсем. Это другая тема. То, что сейчас произошло, это чисто семейная жизнь. И это было с самого рождения у вас уже. Этот период существовал. То есть, если бы вы очень сильно молились, вы бы могли сохранить семью. Но, как бы вы не смогли, не сохранили. Этот назад человек не вернется к вам. Это невозможно. Я уже понимала. Потому что, ну, есть всегда признаки. Вы послушайте меня. Если мужчина, если женщина очень сильно привязана к мужчине, то есть, она, ну, как бы, верит в него, а не в Бога. Тогда или мужчина сильно привязан к женщине, он верит не в Бога, а в женщину эту. Тогда человек бросает навсегда обычно. Ну, то есть, когда вот именно такая вот сильная привязанность присутствует, и человек ломается от того, что его бросает, он потом ждет сильно, теряет себя, то это опатовая ситуация обычно. Поэтому будьте осторожны, привязываясь к близкому человеку. Лучше выполняйте перед ним свой долг. Лучше привязывайтесь к Господу, пытайтесь ему служить, для него жить. Нельзя зависеть от близкого человека так сильно, что теряет себя. Когда человек так сильно зависит от близкого человека, то тот начинает гордиться собой и бросает жестоко. Спасибо. Нужно прийти в себя, нужно стать сильной в молитве, обрести силу внутреннюю. И тогда у вас все будет хорошо в жизни. Воспрять духом нужно, стать сильнее. Хорошо? Мои хорошие, у меня к вам просьба большая. Я бы сильно не хотел, чтобы вы мне задавали вопросы вот такие, туда или сюда, это или то. Понимаете? То есть я не спортлото, то есть я не кассовый аппарат по определению, куда, туда или сюда. Я старший, которого надо спрашивать о том, как мне жить, как мне победить судьбу, что мне делать в жизни, как правильно решать свои вопросы, свои судьбы. То есть надо задавать вопросы о победе над судьбой, понимаете? А не о том, где мне лучше будет жить и как. Потому что это не та функция, понимаете? То есть я не для этого предназначен. Бог дал мне вот видение судьбы человека не для этого, чтобы я угадывал, что лучше то или это. Поймите, это неправильное использование старших в целом. Надо, если вы хотите мне задать вопрос, задавайте вопрос про жизнь. Вот как вот сейчас вот вопрос был правильный, что мне делать, как мне жить, потому что у меня ушел муж. Это хороший вопрос, очень. Я очень доволен. Больше вот такие вопросы, куда мне ехать, туда мне ехать, как бы, чего, как, чего. Там вот с той стороны вот девушка, когда спрашивала про переезд, там, ну, есть о чем спросить, потому что там могла разрушиться семья. Если этого не знать, можно попасть в эту ситуацию. Ну, а так вот, допустим, если все хорошо, ну, где мне жить, там или здесь, ну, что-то мне скучно, может, я туда поеду. Мои хорошие, ну, пожалуйста, не надо. То есть это вызывает просто гнев в сердце. Понимаете, и когда человеку нормально жить, он должен думать о том, как ему молиться Богу, служить ему, потому что жизнь очень коротка, понимаете. Если все хорошо в жизни, нужно настроить свою жизнь на высшие какие-то ценности, высшие цели, идти туда и забыть обо всем остальном. И тогда жизнь станет прекрасной и чистой. А как вы будете там жизнь свою оформлять? Ну, живите полгода на юге, полгода на севере. Ну, нормально. Это не принципиальный вопрос, понимаете. Принципиальный вопрос – это что будет в вашем сердце во время вашей жизни. Да это принципиальный вопрос. А где вот жить – это не принципиальный вопрос для судьбы. Потому что если начнется плохой период, хоть где вы живите, вам все равно будет плохо. Не имеет значения, куда вы переехали. Если уж говорить о переезде, то давайте я вам расскажу про это. С точки зрения судьбы. Западное направление увеличивает у человека занятость, количество денег, увеличивает у него комфорт, уменьшает духовную силу, уменьшает отношения между людьми, людьми отношения рушатся, комфорт увеличивается, количество работы и денег увеличивается. Соответственно, количество внутреннего счастья уменьшается. восточное направление. Если, допустим, мне сказали ехать во Владивосток или нет. Восточное направление увеличивает духовность, увеличивает чистоту, уменьшает количество денег, увеличивает близость к Богу, увеличивает отношения, улучшает отношения между людьми. Южное направление увеличивает наслаждение, чувственное наслаждение, распущенность, разврат, опасность разрушения семьи возрастает многократно в Южном направлении. И, соответственно, страдания тоже возрастают. Северное направление увеличивает погруженность в себя, замкнутость, возможно, депрессии тоже в результате. Уменьшает отношения. То есть, если Южное направление, там больше отношений, больше счастья в отношениях, ну и больше распущенности, соответственно, то в Северном направлении человек больше уходит в себя, и отношения с людьми тоже у него в какой-то степени страдают, потому что человек сильно погружается в себя, становится замкнутым в Северном направлении. Замкнутый направлений тоже замыкает. Восточное направление увеличивает сердечность в отношении. Запад увеличивает умственную платформу. Люди становятся очень грамотные, но менее сердечные. Восточное направление увеличивает сердечность и уменьшает грамотность. Люди становятся менее грамотные, но более сердечные. Так что лучше живите там, где вы живете. То есть все направления эти опасны, но как бы из них всех восточных направлений лучше всего, но туда никто не хочет ехать, потому что там денег нет. Люди не чувствуют на Востоке деньги. Люди все едут обычно к деньгам и комфорту, и к деньгам, к теплу и комфорту люди едут. И они не понимают, что там, в этом направлении, находится цинизм, разврат, вероятность потери близкого человека возрастает многократно, вероятность перенапряжения от работы, вероятность бессердечных, бесчувственных отношений возрастает многократно. Поэтому Бог дал, допустим, место, где вы живете, но живете, если не можете совсем, ну помолитесь, может быть, вам где-то в другом месте будет лучше. И здесь не важно, восточное, западное, северное направление, не важно. Важно то, что, как бы, бывает такое, что человеку надо поменять место жизни, но это обычно так, что человеку совсем здесь крокодил не ловится, не растет кокос, как бы, все прямо плохо совсем, плачет, Богу молится, не жалея слез. Вот, совсем все плохо, значит, может быть, где-то в другом месте будет лучше. Такое возможно, возможно. Но если все хорошо здесь, ну чего вам надо? Ну живите спокойно, все ведь хорошо, чего надо? Вот это уже опасно, потому что может быть хуже, когда ты переедешь. Здесь все хорошо, там может быть хуже, это очень опасно. Ну вы сами решайте, у вас своя жизнь, своя судьба, смотрите, изучайте свою судьбу. У нас в Анапе проходит фестиваль благости. Климат в Анапе ужасный. Но фестиваль благости очень хороший. И это смешиваясь, когда это все смешивается, соединяется, кажется, что Анапе это рай. Нет, там очень тяжело жить. Там тяжелая энергетика с точки зрения жизни. Люди немножко такие тяжеловатые тоже. Курортное место. Люди живут просто теми, кто приезжает. Если вы говорите о Красноярском крае, лучше приезжать туда, не на побережье, а внутрь. Там климат гораздо лучше, вот в городах, поселках Красноярском крае. Занятость достаточно хорошая, можно туда приезжать. Но там люди более наглые, чем здесь. Вот такие на понтах все, как бы. Вам будет трудно общаться с людьми. Там люди не такие душевные, как здесь. Здесь больше сердечности в отношениях. Там может быть вам тяжело, потому что люди могут нахально себя вести и так далее. Имейте в виду, что это может иметь место быть. Потому что юг – распущенная психика. Все у нас, инфекция пошла. Вы измените меня, если я выхожу из равновесия, немножко вы меня прощаете. Хорошо? Простите меня тоже, что я так повелся. Женщины. Хорошо? Простили меня, нет? Просто, как бы, иногда я не выдерживаю. Наверное, устал от дороги уже. Я много тысяч километров прилетел, уже немножко пустою. Поэтому, когда вопрос, вот, ну, как бы, не для меня, то меня как-то немножко выворачивает это все. Но я все равно должен сохранять спокойствие, доброту. Вы же пришли ко мне за любовью. Я должен дарить вам любовь в любом случае. В связи с этим хочу вам рассказать одну важную тему, которая связана напрямую с судьбой. Эта тема напрямую связана с выходом и из равновесия. Напрямую связана, потому что это тема о чувствах, об уме, о разуме. Нам надо узнать, как это все работает. Вот. У человека есть ум. Что такое ум? Это психическая структура, в которой мы живем. В этой психической структуре есть две основные зоны. Есть внутренний психический цилиндр, есть наружний. То есть внутренний психический цилиндр отвечает за взаимоотношения с собой и состоит из разных черт характера. Наружный психический цилиндр отвечает за взаимоотношения с окружающими людьми и состоит из поведения человека. Имейте в виду, что характер и поведение не всегда одинаковые. Вот, допустим, а чаще всего не совпадают. Вот, допустим, у женщины характер очень твердый, а поведение очень мягкое. И она думает, что он мягкий характер. Это у нее поведение мягкое, то есть она очень чувствительная в общении, в отношении. Но характер у женщины очень твердый. И когда, допустим, мужчина берет замуж женщину, он думает, у нее такой мягкий характер. Она такая мягкая вся, такая добрая, такая вот. Как бы он думает. И это глубочайшее заблуждение. Потому что у женщины очень твердый характер. Твердый означает, ну, как бы он не может измениться. То есть вот он такой, какой есть. И он сильный, у женщины сильный характер. Особенно в близких отношениях. Вот, а у мужчины характер такой более податливый, мягкий на самом деле. Поведение очень твердое, сильное. То есть у мужчины, как бы, качество личности, связанное с поведением. У них это храбрость, настойчивость, решимость, там и так далее. Но психика у мужчины очень чувствительная, ранимая. И поэтому часто мужчины спиваются там. Они могут преодолеть вредные привычки. Это потому что у них психика очень мягкая, мягкую природу имеет. У женщины, наоборот, характер очень твердый. Поэтому она обычно не спивается. Вредных привычек обычно не имеет женщина. Женщина, у нее достаточно твердый внутренний, как бы, остров внутренний, достаточно твердый. А у мужчины, наоборот, наружный остров достаточно твердый. То есть он включается в деятельность, старается жить, добиваясь своего в жизни. У него какие-то цели есть, есть храбрость в жизни, есть решимость, есть терпение ситуации, в которой он находится. Это наружный психический цилиндр отвечает за все эти действия. Женщина, наоборот, очень чувствительная к внешним вещам. Она не может терпеть ситуацию. У нее очень, как бы, чувства очень ранимые. Она быстро обижается. Быстро, как бы, входит в конфликт с тем, что происходит. Она иногда не держит возможности. У нее нет терпения. То, что с ней... Ну, то есть ситуация, в которой она находится. И поэтому она чувствует себя беззащитной в этом мире достаточно. Мужчина, наоборот, у него очень сильная, крепкая психика с точки зрения взаимодействия с этим миром. Он пытается его победить. Он может терпеть ситуацию, преодолевать трудности. У него психика и тело способны терпеть тяжелые всякие ситуации. Допустим, там, аскетичная жизнь, там, спать в плохих условиях, кушать грубую пищу, там. Все это у мужчин, психика, на все это приспособлено. У женщин, наоборот, ей нужен комфорт, уют. Она практически, ей очень тяжело жить в каких-то некомфортных, тяжелых условиях. Это все называется тонкое тело ума. Или ум человека. Мы под умом поднимаем мысли, логику, память. Мы считаем это умом. Но ум, на самом деле, это психический остов человек. И это называется линго-шариром, или тонкое тело. Тонкое или психическое тело не умирает со смертью тела. Оно остается жить после смерти. Оно, правда, преобразуется в соответствующие следующей жизни. Вот у человека были какие-то желания? Они копились, копились, копились внутри. Или, допустим, если мужчина все время думал о женщинах, это копилось, копилось, копилось. Потом, когда он выходит из тела, из мужского тела выходит, то у него тело начинает в соответствии с этими желаниями трансформироваться. И он попадает дальше в женское тело. То есть его тонкое тело становится женским. Вообще, как мужским телом будет или женским, это зависит все от того, чего человек хочет в жизни больше всего. Если человек хочет гармонии, комфорта, уюта, нежности, ласки, доброты, это то, что мужчины хотят, они мечтают, а женщины для него воплощают. Доброту, нежность, ласку, комфорт, уют. Женщина воплощает. Если человек нежности, ласки, доброты, комфорта, уюта хочет в жизни, то есть это энергия любви и все, то энергия любви является основой для следующего тела. Он попадает в следующее тело, которое несет в себе энергию любви. Это женское тело. Если человек в жизни хочет защиты, поддержки, победы, хочет преодоления трудностей, стабильности в жизни, хочет то, что женщины хотят, то они в следующей жизни попадают в мужское тело. Там есть стабильность, защита, решимость, победа и так далее. Ну, то есть так человек постоянно, чаще всего, меняет одно тело на другое. То есть сначала мужское, потом женское, потом опять мужское, потом опять женское. Вот так меняется. Если человек монахом живет, женщина монашка, она остается в женском теле. Мужчина, если целибат соблюдает, то он в мужском теле в следующей жизни остается. Это все происходит внутри тонкого психического тела. Называется тонкое тело ума. У тонкого тела ума есть чувство. Что это такое? Это такие щупальцы ума, которые контактируют с этим миром. И есть чувство познания, и есть чувство действия. Чувство познания находится во внутреннем психическом цилиндре, а чувство действия в наружном. Вот, допустим, что такое чувство познания? Это чувство слуха. Вот, допустим, у нас есть уши. Уши чему принадлежат? Они принадлежат грубому телу. Да? А есть чувство слуха. Вот веды утверждают, что чувство слуха может быть без ушей. Ну, то есть, если у человека он природно глухой, природно глухой, то с помощью определенных процессов, медитации, молитвы, он может в себе развить способность слушать, даже без ушей. Он может чувство слуха включить напрямую в контакт с этим миром. И оно будет работать по другим законам. Совсем. Точно так же чувство зрения через глаза действует. Но Ванга, у нее не работали глаза. Она была слепая. Но она видела человека даже раньше, чем он заходил к ней в квартиру. То есть, она знала, что к ней идет человек. Это за счет тонкого зрения, невидимого зрения. Вот у ума есть чувство. Чувства не умирают вместе со смертью тела. Вот человек вышел из тела, там есть определенная последовательность. Я это видел своими глазами. Потому что на моих глазах один человек ушел из жизни. Я потом дальше наблюдал, как у него психическое тело сначала свернулось в область сердца. Это центр, здесь душа находится. И это центр тонкого психического тела также. Оно в центр все свернулось, тонкое тело, перестало наполнять грубое тело. Потому что тонкое тело, наполняя грубое тело, также командует руководить его процессами всеми. То есть грубое тело, на самом деле, зависит от психического тела в своей жизни. У тонкого тела есть два типа канала психических. Одни каналы наполняют, они обволакивают как бы все органы, мышцы, все сосуды. Каркас создают для всего грубого тела. Вот все клеточки маленькие, они имеют свою психику. То есть психическое тело наполняет весь организм и руководит им. И психическое тело также наполняет еще и психику нашу. То есть психика означает взаимоотношения между людьми, означает психические функции внутри тела. То есть психическая энергия у нас также движется по телу. Энергия воли, решимости, концентрации внимания. Это все психическая энергия. И там есть еще психические каналы, кроме физических каналов, которые работают, следят за работой сердца, печени. Есть психические каналы, которые следят за работой психики уже. Понимаете? И эти психические каналы напрямую связаны с чувствами. Чувства – это как щупальца, которые получают энергию счастья из окружающего мира. Энергию счастья. И наоборот защищаются от энергии несчастья. Вот, допустим, плохой звук идет, мы говорим, выключите, я не хочу это слушать. Чувство слуха говорит, не надо мне это все, не хочу. Потому что энергия несчастья разрушает организм. А все клетки организма, все наши психические связи нуждаются в энергии счастья. Энергия счастья по-другому называется на санскрите прана, или жизненная сила. Большинство людей думают, что прана идет только от природы. Нет, прана идет также от любви к людям. Вот, допустим, если вы людей любите, то от них идет прана. Психическая сила идет от природы, от людей. От пищи тоже идет прана. Психическая сила, когда человек кушает, он получает прану, тоже жизненную силу. Вот. Ну, то есть, это разные источники могут быть у психической энергии. И все эти источники, они получаются через чувства. Через чувства. Есть пять чувств познания или получения энергии счастья. Первое чувство, самое главное, это чувство слуха. На втором месте оно связано с разумом. Чувство слуха связано с разумом. На втором месте стоит тактильное чувство. Оно тоже связано с разумом. На третьем месте стоит чувство зрения. Оно связано с умом. Дальше идёт чувство вкуса. Дальше идёт обоняние. Чувство вкуса связано с психической энергией, с праной. И обоняние на последнем, на пятом месте стоит. Оно связано с грубым телом. Вот это всё психическое тело, которое я вам описал. Вот сейчас у него есть чувство, у него есть центр, находится в области груди. Там, в этом центре ума, находится такой психический шар, в котором содержится вся память о прошлом. Там находится судьба. Вот здесь вот сердце судьба находится. Вот здесь внутри судьбы находится душа. Судьба — это просто энергия памяти о себе, о всех своих поступках, желаниях. И эта энергия памяти или судьба, она сильно соприкасается с энергией времени. Энергия времени, она выводит из этого шарика какую-то энергию наружу. И эта энергия, выведенная наружу, начинает взаимодействовать с тремя сферами нашей жизни. Первая сфера — это окружающие нас люди, которые формируют нашу судьбу. Вторая сфера — это наше тело. И третья сфера — это наши мысли, наше настроение и так далее. Почему я так назвал первая, вторая, третья? Потому что, когда из этого шарика судьбы энергии выходит наружу, в первую очередь она влияет на окружающих нас людей. То есть сначала судьба формирует отношение к нам. Это самый глубокий слой судьбы. Там находятся наши взаимоотношения с окружающим миром. Вот эти ниточки незримые, которыми мы связаны со всеми людьми — самая глубокая часть нашей судьбы. Потом более поверхностный слой судьбы связан со здоровьем человека. Там находится здоровье. И самый поверхностный слой судьбы — это наше настроение, наши мысли, что мы в себе понимаем. Вот мы в себе понимаем, какие у меня мысли, я чувствую, какие мысли. Какое у меня настроение я чувствую. Но дальше, какое у меня здоровье, если человека спросить, ему надо задуматься, потому что ему трудно сказать, какое у него здоровье. Может быть, хорошее, но он точно не знает. Потому что много человек думает, хорошее, раз, у него опухоль нашли. Казалось, не очень хорошее. То есть зона здоровья уже находится глубже, ее трудно понять. Еще труднее понять зону судьбы. Человек думает, жили нормально, все вроде у нас, хорошие отношения, а муж уже собрался уходить давно. Ну то есть вроде бы казалось, что все нормально. Оказывается, уже давно идет плохая судьба, связанная с личной жизнью. Ну то есть судьбу, связанную с моей жизнью, поступки, там, работа, понять очень сложно. Менее сложно понять свое здоровье. Легче всего понять свое настроение, свои мысли и все прочее. Знаете, что есть еще две психические структуры, кроме того психического тела, остого. Ум – это психический остров. Там действует судьба, внутри ума действует судьба. Она дает нам, судьба нам дает счастье, страдания, хорошее настроение, плохое настроение. Все это дает судьба. Но есть еще две психические структуры, которые сильно влияют на судьбу. Первая психическая структура называется разум. Что это за структура такая? Это структура, которая напрямую связана с душой. Ну то есть есть душа или я. И вот разум. Душа живет внутри судьбы, она взаимодействует с умом. Ум – это вся вот эта среда, в которой мы живем, называется психическое тонкое тело ума. Нити незримые между людьми – все это наш ум. Мы живем внутри этой структуры. Но над этой структурой находится разум. Разум напрямую связан с энергией души. У души есть три энергии. Энергия счастья, энергия знания и энергия желания самосохранения. Желание счастья, желание знания, желание самосохранения. Три энергии есть у души. Все души на земле, все в этом мире души хотят счастья, все хотят знания и все хотят жить. Энергия знания формирует первый центр разума, который находится в области лба. Здесь находится стремление к познанию у нас в голове. Стремление к познанию. Второй центр разума формирует психическую структуру, которая стремится к любви. Этот центр разума находится в области сердца. И если мы говорим «я люблю тебя», то есть это имеется в виду деятельность вот этого центра разума. Ощущение любви, гармонии с кем-то. Третий центр разума формируется за счет желания жить. Это паховый центр разума. Там находится желание жить. Желание любви в области сердца, желание знания в области лба. Три центра разума. Все эти три центра разума, они контролируют ум. Вот смотрите, счастье и страдания идут изнутри, из глубины судьбы. Вот время воздействует на этот шарик психический. И там разные периоды. Мы говорили, что есть постоянное влияние времени, то есть мы стареем постоянно, и трудности увеличиваются постоянно. Но есть еще циклическое влияние времени. Вот это циклическое влияние времени, оно дает счастье и страдания, они меняются, как волны в океане. То счастье, то страдание, то счастье, то страдание. И это влияние циклического времени может идти на здоровье, на взаимоотношения наши с людьми и наша способность развиваться. Везде в этом есть и хорошие периоды, и плохие. И когда у судьбы наступает плохой период, то это означает, что счастье через какую-то зону на здоровье, счастье поступает в организм очень мало. Энергии счастья не хватает для того, чтобы быть здоровым человеком. И тогда включается разум. Что такое разум? Это сила, которая дополнительное счастье ищет в этом мире. Разум. Что это за сила такая? Из чего соткан разум? Разум соткан из знания, из энтузиазма. То есть знание находится в области лба у человека. Человек изучает, что такое хорошо, что такое плохо, как правильно жить, как неправильно. Это центр разума, вот здесь в области лба заведует этим. И когда человек узнал, как правильно жить, счастье больше приходит в его жизнь, и он наполняется счастьем, несмотря на плохую судьбу. То есть знание побеждает судьбу. Человек получает больше счастья, если он знает, как правильно жить, чем ему положено сейчас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!